Часть третья. В тридесятое царство. Предупреждаю, смотреть этот выпуск бессмысленно, если вы не видели его первую и вторую часть. Обязательно их посмотрите. Итак, давайте начнем. Все народы мира в своих сказках, легендах и мифах описывают одни и те же события, произошедшие на нашей планете в момент ее захвата. А также период дальнейшего порабощения. Каждый этнос просто давал свои имена одним и тем же героям, волшебным предметам и уголкам планеты. Поэтому далее я сделаю попытку подвести многообразие этих терминов под общий знаменатель. Напомню, что боги вложили семь хрустальных сфер инстанций царств друг в друга с единственным проходом во внутрь планеты. Шлюзами, порталами. Тем самым создав беспрецедентную систему безопасности своей скорлупы. Если вы думаете, что боги этим ограничились, то зря. На то мы и смертные, чтобы так думать. Описанные миры безопасности просто детски лепят по сравнению с теми, какими ловушками усеяна дорога к Солару. Надеюсь, увиденное и услышанное в предыдущих выпусках немного улеглось в ваших головах, а значит, пора рассмотреть каждый слой скорлупы детально. Итак, над нашей головой зависла гигантская конструкция из семи хрустальных сфер, которые мы называем просто небо. Теперь понятно, почему дети используют выражение до самого неба. Они просто еще помнят истинное устройство планеты. Итак, ближайшая к нам сфера месяц. Соответственно, вход в него расположен в портале месяц, куратором которой является богиня Селена у греков, денница у славян, хонсуи у египтян, диану у римлян и так далее. Цитируя Аристотеля, сообщаю вам, что наш мир делится на надлунный и подлунный. Не путаем Луну с месяцем. Луна – это совокупность всех семи сфер, а месяц – это всего лишь первый шлюз в самую ближайшую хрустальную инстанцию. Уникальность ее в том, что она разграничивает мир пополам. Все, что над Луной, божественно, а значит, подчиняется канонам бессмертия. Все, что под Луной, рождается и умирает по бесконечному кругу. Теперь понятна фраза? Ничто не вечно под Луной. Итак, если вы из рода Ивана Царевича, и вам просто необходимо пробраться к спящей в хрустальном гробу царевне Салару, то для начала изучим карту. Эта схема вскользь промелькнула в первой части, но раз нам предстоит великое путешествие в центр планеты, то карту мы должны знать, как свои пять пальцев. Перед нами позолоченное яйцо. Мы живем в голубой окружности, в которой разместились все материки и океаны. Леса и горы, города и пустыни. Даже все самолеты и спутники летают в пределах этой узкой голубой полоски, атмосферы, которая имеет толщину всего 200 километров. За голубой полоской начинается надлунный мир богов, знакомая вам схема семи хрустальных шаров, инстанции, сложенными в них семи планет-шлюзов. Но на этом слои скорлупы не заканчиваются, потому что дальше мы видим звездное кольцо, а за ним вообще что-то непонятное. А где же Салар? А он в самом центре спрятан, сверхнадежно. Пусть это будет финальным сюрпризом. И вообще, нам пора спасать спящую красавицу. Легким путь в царство Кащея вам не обещаю, напротив гарантирует 9 кругов ада. Особенно будет жарко на финишной прямой, название которой вы узнаете в финале. Итак, карту изучили. Теперь определимся с вариантом маршрута. Их два. Первый. Наземный транспорт. По традиции, в царство Кащея нам должна указать Баба-Яга, что за огненной рекой живет. Поэтому на сером волке, либо на коне, или просто пешком следуем на край света, то есть до Антарктиды. Он же остров Буян, который в те далекие времена, Василис Премудрых, был поделен на 9 концентрических кругов. Каждый круг, в свою очередь, состоял из трех частей. Слово государство появилось позже, а тогда выделенные по какому-либо признаку части суши назывались землями. В сказках никогда не описывают эти 27 земель подробно, нам лишь сообщают, что их нужно обязательно пройти. Тем более, не путайте земли с планетами, как настаивают светлые иерархи. Ибо слово «планетос» вообще греческое, что означает «блуждающая звезда». Таким образом, на Руси землями называли части суши, а все планеты блуждающими звездами. Особо подчеркиваю, что не следует путать земли с царствами, ибо земли присущи только смертным на поверхности земли, а шарства – это города богов в шарах, сферах, которые в огромном количестве расположились на небе. Таким образом, оборот за 3-9 земель означал добраться до центра Антарктиды – Буяна, что уже был своего рода подвиг. А 30-е царство – это уже центр неба. Итак, мы на острове Буяне. Ученые отказываются объяснить загадки ледникового континента, ибо на законы лженауки Антарктиде наплевать. Еще бы, ведь Антарктида – это и есть гигантская черепаха, что плавает в Мировом океане, на панцире которой три слона держат весь мир. Правда, нам этот миф преподнесли в извращенном виде. На самом деле слоны держат сферы неба. Внимание! Карта мира, к которой мы привыкли со школы, на самом деле перевернута вверх тормашками. А как я говорю вам всегда, твари любят перевертыши. Так и этот случай был не исключение. Это очередной пример перевертыша, но уже в буквальном смысле слова. Подлянку провернули. После перепахивания Тартарии 300 лет назад, в 1816 году, Антарктида звалась Буяном – Буй, потому что находилась наверху. И карта на самом деле всегда выглядела вот так. До бомбардировки 1816 года к Антарктиде через пролив Дрейка вела узкая тропинка суши от южноамериканского архипелага – Огненная земля. К чему бы такое название? Внимание! На фото со спутника четко виден след от удара энергетическим снарядом под очень острым углом, снесшим ту тропинку на восток, которая сейчас превратилась в 40 тысяч островов. Итак, продолжим путь в центр Антарктиды. Находим дубовый пень из полинских размеров, бывший мировой дуб – древо жизни, к тому моменту уже уничтоженное, которое окаменел и превратилось в гигантскую гору Олимп, на вершине которой установлена ось земли, о которой пела в Орлеи. Ось представляет собой не стержень-вал, а своеобразный бублик. Заметьте, именно по такому же принципу наша почти круглая голова опирается на первый шейный позвонок, который в медицине официально назван Атлантом. Надо же! Какое совпадение! Смысл Арктического Атланта, конечно, не в поддержке столь громадной конструкции, а в обеспечении прохода вовнутрь первой лунной сферы. Таким образом, Южный полюс Земли – важнейший пространственный узел, соединяющий четыре мира в одной горе. Первое – мир богов Олимп. Второе – мир смертных людей и поверхность Земли. Третье – подземный мир наших предков Титанов. И заодно – выход из планеты наружу, то есть в настоящий космос. Сейчас остров превратился в окаменевшую возвышенность – пуп земли. Четыре километра над уровнем океана, покрытую льдом. Естественно, настоящий Южный полюс нам никто никогда не показывал. И подходы к нему. Кощей Бессмертный пуще собственного глаза стережет это место. Вспоминаем четыре сфинкса у основания армиллярной сферы. Далее по Пушкину. В высокой горе ищем голубую нору. Заходим в нее и попадаем на классическую тройную развилку русских сказок. Где один вариант хуже другого. Как вы догадались, это и есть описанный транспортный узел. На небо, под землю и в космос. Который никто не видел. Воит нам рано. Покидать планету тоже пока не собираемся. Поэтому выбираем путь наверх. Спасать царевну. Как вы поняли, сквозь дубово окаменевший пень мы автоматически попадаем внутрь первой хрустальной сферы месяца. По ее вогнутой поверхности топать придется долго. Несколько тысяч километров. И не просто топать. Нужно вычислить месторасположение портала, вышестоящей инстанции. Меркурий. И сделать это в темпе вальса. Ибо сферы влияния вращаются с бешеной скоростью. Относительно друг друга. И так вглубь сфера за сферой до центра неба. Семь сфер. Семь пар железных башмаков. Герои стаптывали неспроста. Я, конечно, утрирую, говоря топать. Так как внутри сфер невесомость. Поэтому узнать технические подробности передвижения сказочных и мифологических героев невозможно. Это был маршрут для лохов. Если же к 20-30 годам вы успели обзавестись элитным транспортом типа конька-горбунка, ковра самолета или вообще жар птицей, то мы отправляемся спасать Салар. Шарство Кащея. По воздуху. То есть прямой наводкой летим в портал первой хрустальной сферы. К месяцу. Ну вот, так бы сразу. Это не пешком до Буяна идти, скажете вы. На звездолете раз-два и готово. Сбавьте обороты. Не все так просто. Пришла пора ознакомиться с первой ловушкой от богов. На подступах к хрустальной сфере номер один вас сожгут тепловые пушки, сфокусированные на обогрев поверхности Земли. Да-да. А вы думали, что полмиллиарда квадратных километров планеты обогревает Солнце? Вовсе нет. Солнце дает лишь крохотную часть тепла. Но это еще не все. Солнце даже светить нас не в силах. Многие замечали, что светит именно небосвод. Каким-то собственным рассеянным светом. А Солнце всего лишь дополняет освещение прямыми лучами. За него это делает звездная сфера. Но об этом мы поговорим при подлете к ней. О тепловых пушках нам любезно сообщает сама Виопедия. Вот такой картинкой. Кто знаком с горами, знает, что с высотой становится холоднее. Но, как видите, выделено красным. На высоте 200 километров 120-градусный мороз. Вдруг по щучьему велению сменяется адской жарой аж в 1700 градусов. С чего бы это вдруг, а? Можно, конечно, свалить на прямые солнечные лучи, которым не мешают плотные слои атмосферы. Но вот неувязочка. Ночью ненамного прохладнее. 980 градусов выше нуля. Как вы догадались, это и есть огненная река, за которой Баба-Яга живет. Если вы благополучно прошли огонь, тогда следующий этап – найти первый портал для входа в небо. Помните? Вот этот глобус. Отверстие на пересечении белых линий – это и есть вход в небо. На глобусе это просто дырка, но мы-то знаем, что дырка заткнута месяцем. Итак, Иван-Царевич подлетел к шлюзу. Но как же попасть в него, если дверь с обратной стороны? Да очень просто. Избушка-избушка. Повернись к лесу задом, а ко мне передом. Теперь понятно? Первое. Почему Иван всегда выходил не к той стороне избушки? Почему он не мог выйти непосредственно из леса, чтобы таким образом уткнуться во входную дверь? Второе. Раз уж подошел не к той стороне, «Почему нельзя обойти избушку?» Это же намного проще, чем приказывать чужой хижине повернуться. А почему избушка на курьих ножках? Никто не задумывался. Для начала выкиньте из головы навязанный тварями образ куриных ног, на которых избушка вертится. Пляшет, носится по лесу, и даже пинка может дать. Это ложь. На Руси курией ножкой называли развилку дороги. За внешнее сходство. Таким образом, избушка на курьих ножках – это некая постройка, стоящая на распутье дорог. Что мы и наблюдаем у порталов хрустальных сфер. Редко встречается второй вариант заклинания – «Избушка, избушка, а ну встань по-старому, как мать поставила». Имеется в виду обращенное к Теомат, Макош, богине тьмы, к той самой властительнице, стоящей во главе паразитарной пирамиды, кроидной матке, что держит подчинение самого Зевса и Сварога. Изначально люди свободно ходили в гости к богам, но шли века, и тиски оккупации сжимались все сильнее. В один прекрасный момент избушка встала крыльцом к лесу, то есть не как мать поставила изначально. Есть еще третий вариант – повернуть шлюз к себе. Если вы герой восточных сказок, то вам понадобится произнести очень простую фразу – «Сим-сим, откройся». А теперь любопытный вывод. Как известно, об уровне развития цивилизации можно судить по образам, которые возникают при прослушивании или чтении рассказа. С каждым поколением народ деградировал. Все больше, и потому сложнейшие технические устройства пришлось преподносить в виде доступных образов. Иначе сознание не поймет, о чем идет речь. Вот так мы и скатились до уровня дикарей. И сегодняшнего ума нам хватает только для оперирования такими терминами, как «конь вороной», «шапка-невидимка», «молодильные яблоки» и так далее. И прискакал Иван-царевич к избушке на курьих ножках. Дикие немытые варвары тысячу лет назад до нашей эры. Нанотехнологическая цивилизация двадцать первого века. Доскакались. Первое. Небо месяца, как известно, избушка в конце концов поворачивается, и нас встречает вредное и уродливое существо, у которого нос в потолок врос. Понятно, что разные народы называли хозяев порталов по-разному, но их физическое уродство отмечает все единогласно. Еще бы, посмотрите, как их запечатлели египтяне. Даже пол не определишь. Изначально оно пытается нас убить, но в итоге в баньке парит, кормит, поет и спать укладывает. Мало того, что оно не съедает нас спящими, так еще на утро дарит какой-нибудь полезный волшебный предмет, а также клубочек, навигатор в придачу, и отправляет своей старшей сестре, ибо она больше ведает, так как заведует вышестоящей инстанцией. Там на неведомых дорожках следы неведомых зверей, избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Исида, Ра, Сехмет, Хонсу, Тот, Хатур, Хнум. Второе. Небо Меркурия. От Бабы-Яги мы топаем вслед за навигатором-клубочком к следующему шлюзу, которым заведует Баба-Яга номер два, хотя мы до сих пор пользуемся римским именем Меркурии. В то же время русские сказки нам сообщают о хозяйке избушки, всегда женского пола. Это было просто утраченное и вывернутое церковной цензурой, которая больше остальных сунула свои грязные ручонки, зашифрованные послания предков. Итак, шлюзе номер два нас ждет второй дубль, где мы проходим ту же экзекуцию, но уже за старшей сестрицей Бабы-Яги. Здесь нас также кормят, поят, да спать укладывают, поутру всучивают сувенир, плюс новый клубочек, что доведет к избушке еще более старшей третьей сестры, вышестоящую инстанцию Венеры. Третье. Небо Венеры. Богиня любви и венерических заболеваний повторяет с нами знакомую процедуру в третий раз. В русских сказках на этом как бы все заканчивается, и мы должны направиться непосредственно к царству Кащея, если бы не три но. Семь потов не сойдено, семь посохов не сломаны, семь пар железных собок не истоптаны. Это явный признак, что сказки хорошенько обрезали вороги. Также следует учитывать, что мы не знаем точно, какую из семи избушек описывает каждая конкретная сказка. Четвертое. Небо Солнце. Теперь понимаете, что нас обогревают тепловые пушки лунного неба, а не Солнце. Иначе бы планета Солнце расплавила бы не только свой обслуживающий персонал, но и все хрустальные слои вокруг. Имя Бога Солнца, выберите в поисковике на свой вкус сами, ибо их тьма тьмущая. А нам пора сферы Солнца искать вышестоящую инстанцию, вход в Пятое Небо, сферу Марса. Небо Марса. Заходим внутрь КПП Марс, каким-то образом проходим фейс-контроль. Богу войны, полагаю, придется пообещать поставить ядерную боеголовку, если договоримся, конечно. А если не получится, одеваем шапку-невидимку и быстро валим оттуда искать следующую вышестоящую инстанцию. Портал под покровительством Юпитера. Шестое. Небо Юпитера. Неизвестно, действительно ли эта планета самая гигантская, но сфера номер 6 намного меньше первой сферы месяца. Как-то заговариваем зубы Юпитеру и летим дальше. Надеюсь, вы понимаете, что чем ближе к центру неба, тем выше статус богов, тем сложнее получить пропуск. Седьмое. Небо Сатурна. Сатурн последний и самый главный охранник 30-го царства. Теперь понимаете истинное значение терминов высокопоставлены и высшая инстанция. Итак, мы прошли шлюз и очутились внутри седьмой хрустальной сферы. О, боги, что это? На седьмом небе мы видим удивительный красный картину. Прямо в центре вращается восьмая хрустальная сфера звездное небо. Звездная сфера. Вы никогда не задумывались, каким образом предки разглядели в небе всяких тельцов, андромет, тигров, персеев и так далее. Прямо взяли десяток звезд, соединили воображаемыми линиями по своим правилам и получили фигуру людей и животных. Ну-ну. Ага, конечно. И скорпиона, ну никак не спутать с раком. И геркулец координат отличается от персея. По такому же принципу прыщ на лбу можно легко обозвать скоплением плеяд. Мы современные люди, даже самым развитым воображением видим в небе россыпь звезд, но никак не фигуру людей или животных. Как мы убедились, дикие варвары это мы, а не предки. И раз они делали названия созвездиями, значит в этом был смысл. Неведомы нам. А это значит, что мы понятия не имеем, как на самом деле устроена звездная сфера. Так откуда же взялись все хрустальных сфер. Это несколько тысяч километров, повторюсь, ну а это просто детский сад, по сравнению с тем, что нас ждет впереди. Дело в том, что есть еще восьмая и девятая хрустальные сферы, между которыми налита вода. В воде пульсирует триллион пузырьков, поэтому с земли мы видим, как звезды мерцают. Помимо пузырьков в воде удобно разместились боги. Это божественная элита. Примерно сотня богов и богинь неземной красоты построили себе 16 божественных чертогов. Каждый чертог представляет собой скопление хрустальных пузырей, окруженных водой. Другими словами, это подводные царства или шарства. Но жизнь в них отличается от земной. В каждом царстве привычен воздух, как и у нас в голубом небе. Светит искусственное светило, а в грунте растет трава. Совокупность нескольких таких царств подчиняется своему богу или богине и называется созвездием. Созвездием богини Андромеды, созвездием бога Тельца и так далее. Совокупность созвездий в свою очередь образует чертог, которым управляет более высокий поставленный бог. Чертоги в свою очередь подчиняются главнокомандующему типа Зевса, Посейдона, Деметры, которые в свою очередь подчиняются хозяйке Земли, Роидной матке Теамат. Вот такая вот иерархия, ничем не отличающаяся от пирамиды власти на Земле. Еще бы, ведь они ее верхушка. А теперь важный момент. Не путайте звезды с созвездиями. Звезды это всего лишь пульсирующие пузырьки в воде, а созвездия это скопление подводных городов. на небо говорили. Вон созвездие змееносца. Я там на прошлые выходных жене сапоги купил. Теперь понятно, почему все крупные звезды на глобусе неба подписаны. Вот вам бесконечный космос, залитый в хрустальный аквариум между восьмой и девятой сферами. Внутри звездные сферы по экватору проходит полоса белых пузырьков, образуя замкнутое кольцо Тор. Чтобы пузырьки не смешивались с окружающей водой, их удерживает вязкая фиолетовая субстанция. Это что-то типа нашего гольфстрима, который не смешивается с океаном и живет сам по себе. Ровно половина этого бублика 180 градусов испускает свет немыслимой яркости, который освещает нашу землю днем. Напоминаю, что солнце лишь дополняет дневной свет яркими лучами, освещают нас мягким рассеянным светом именно лампы звездной сферы. Свет проходит сквозь толщу воды, поэтому видим небо голубым. Вторая половина кольца светится едва заметным молочным светом, поэтому на другом полушарии ночь, а в небе видно вот такую картину. Встречайте, молочная река с кисельными берегами. Тысячу раз мы слышали в сказках про молочную реку, но ни разу нигде не ёкнуло, что это и есть млечный молочный путь в небе. Мало того, что греческое слово галактос переводится как молоко, просто поражает, насколько глубоко нас усыпили, не правда ли? Итак, давайте подведем итог. Наполненная водой звездная сфера, своими мощнейшими лампами освещает землю, днем голубым небо, ночью звездами. А почему мы видим звездную сферу, не маленьким восьмым шариком в центре небосвода, а растянутой от горизонта до горизонта, а потому, что хрусталь преломляет свет. Учитывая, что до ближайшей сферы месяца всего 200 километров, мы видим звезды, растянутыми на весь небосвод. Итак, напомню, при подлете к первому хрустальному небу нас чуть не сожгли тепловые пушки, создающие времена года, но мы прошли огонь. Мы только что покинули аквариум последней хрустальной звездной сферы, а значит, мы успешно прошли воду. Уверен, вы уже догадались, что нас ждет впереди. Конечно же, медные трубы. Эта крылатая фраза также пролетела стрелой сквозь века, однако сегодня смысл ее наглухо погребен, и никто не знает, что значит пройти огонь, воду и медные трубы. Нам впаривают, что все это образные тяготы и лишения в любом сложном деле. Если про огонь и воду, еще можно убедительно наврать, но вот что делать с трубами, да еще и с медными. Думали, думали фокусники и придумали. Снять детский фильм. Как известно, кинокадры прописываются в детское сознание навечно, поэтому сегодня любой человек отрапортует вам, что медные трубы это испытание славой. И точка. Типа духовный инструмент трубят и гордыня сносит крышу. Хотя лично еще с детства не видел никакой образной логической связи славы с трубами, да еще и с медными, почему не железными, к примеру, или золотыми. Что сложно, то сложно. Изобретать ничего не надо. Если сказано пройти, значит надо пройти сквозь, а не образно как-то там. Предки тысячу раз повторили в сказках, что дорога Кощею ведет через огненную реку подводное царство и заканчивается путь проходом сквозь медные трубы. Но боги не были бы богами, если бы позволили Иван царевичу закончить столь сложный путь обычной медной трубой. Поэтому они изогнули ее и получилось вот это. Лабиринт Минотавра Психологи и специалисты в области древних сооружений признали этот лабиринт самым сложным из всех когда-либо созданных. Его коварность в том, что сначала вы ощущаете приближение к центру, но затем начинаются резкие повороты на 180 градусов с перепадами высот, а в финале вас отбрасывают далеко от центра окружности. Специалисты так и не придумали где и кем для кого был создан этот лабиринт, но сошлись во мнении, что обычному смертному пройти его невозможно. А если вы сомневаетесь, то попробуйте пройти его сами и посмотрите что выйдет. Есть и картинка отдающая фотошопом вас не впечатляет вот вам оригинал полсобора в Шартре, Франция. Это изображение не единственное в мире, подобные раскиданы по всей планете и все доскональной точностью указывают одну и ту же схему лабиринта. Почему именно лабиринт? Потому что доступ к Ащею, а тем более к смерти его должен быть в высшей степени защищен от проникновения всяких там Иванов, царевичей Иссеев. Устройство лабиринта. Это просто на полу лабиринт изображен плоским. На самом деле его проходы представляют собой трехмерный запутанный клубок. Таким образом вы постоянно либо круто поднимаетесь, либо катитесь вниз по его проходам. Если представить такое трудновато, то взгляните на уже известную вам амблярную сферу. Она прекрасно демонстрирует, как плоский лабиринт превращается в объемные. Но это еще не все. По ходу всего лабиринта вам нужно пройти 28 разворотов с углом загиба 180 градусов. Проблема в том, что в каждом развороте базируется пункт охраны, где один командир страшнее другого. Вначале лабиринт охраняло существо с головой быка, но после недружелюбного визита от Исея бык пошел на котлеты, а мера безопасности пришлось ее ужесточить на порядок. Скорее всего, это была единственная успешная попытка проникновения в 30-е царство, но спасти спящую красавицу, как вы понимаете, так до сих пор никому и не удалось. 28 разворотов лабиринта размещены таким образом, что окружность дробится на равные четверти круга, разделенных крестом. Представляю вашему вниманию самый древний крест на земле, первооснову всех крестов, кельтский крест. Это и есть продвигатель хрустальных сфер, о котором упоминал еще Аристотель. Его суть заключается в идеальном балансе четырех стихий огня, воды, земли и воздуха. И вот здесь эстафету принял люк Бессон, через которого нам намекнули, что существует некое оружие против зла, где четыре элемента расположены вокруг пятого, который является сутью этой системы. Мила Йовович символизировал асалар, который не включится, пока планета не начнет излучать вибрацию любви. Кельтский крест статичен. Чтобы показать его движение, предки изображали вращение четырех стихий. Вот так. Обратите внимание, как много символов изображено в виде лабиринта. Это та самая свастика, с которой мы никак не можем разобраться. То Гитлер шел с ней убивать наших дедов, то белые иерархи втирают нам про четыре рукава галактики, которые, как вы убедились, просто не существуют. А оказалось, все просто. Это всего лишь схематическое движение лабиринта, в центре которого спрятан салар. А теперь переходим к самому главному, раз уж вы досмотрели до этого момента. Итак, мы пересекли 3-9 земель, прошли огонь, воду и медные трубы, мы преодолели 28 поворотов лабиринта и вышли на финишную прямую. Помните выражение «Смерть Кощея» на конце иглы? Вот она, прямая часть трубы, это и есть игла, а на ее конце салар, то есть смерть Кощеева. Сотворив обряд печальный, вот они во гроб хрустальный, труп царевны молодой положили и толпой понесли в пустую гору и в полночную пору гроб ее к шести столбам на цепях чугунных там осторожно привинтили и решеткой оградили и пред мертвую сестрой сотворив поклон земной старший молвил спи во гробе вдруг погасла жертвой злобе на земле твоя краса дух твой примут небеса нами ты была любима и для милого хранима но досталось никому только гробу одному салар запечатан золотую скорлупу таким образом его спасательные для нас излучения экранированы вспоминаем позолоченный шар внутри шара обратите внимание что золотую сферу окружают шесть лепестков они выглядят лепестками только на плоскости в действительности этот цветок трехмерный и представляет собой два тетроэдра которые пронизывают друг друга один тетраэдр направлен вершиной вверх а другой вниз на плоскости эти два тетраэдра выглядит как шестиконечная звезда вот она звезда Давида в трехмерном исполнении два взаимопересекающихся тетраэдра называется Маркаба полагаю полагаю что на этом споры о еврейской звезде закончатся ибо она лицетворяет суть углеродной формы жизни а не является символом какого-то там трехсотлетнего народца салар в золотой скорлупе находится как раз в центре Маркабы ну что нехило боги запрятали наш центральный процессор думаю во время очередного чтения сказки путь героя в тридесятое царство вы почувствуете каждой клеточкой что создаст уже совершенно иные сопутствующие ощущения по ходу чтения внимательный зритель задаст сейчас закономерный вопрос почему все сказки заканчиваются хорошо если главный герой в итоге иглу ломает кощей подыхает а спящую красавицу освобождает то почему мы сейчас не видим спасенный салар вот здесь то и заключена глубочайшая мудрость народной сказки дело в том что предки прекрасно знали будущее своих потомков они знали что мы освободим светило и заложили в сказках подсознательное программирование на успех детям с пеленок вливают в головы что красавица не умерла она просто спит а хрустальный гроб будет разбит дребезги ну что осознаете гениальность русских людей запрятать такой многомерный смысл такие легкие для восприятия сказки и образы а теперь поднимите руку те у кого остались желания высмеивать диких варваров лаптях и называть сказки выдумкой если такие найдутся покажите им вот эту картинку которую вы знаете подделать просто невозможно знакомый лабиринт не так ли а кто это из него выбрался ядрен батон так это ж солар собственной персоной если кто еще не в курсе как делают круги на полях сообщаю с орбиты бьет бучок волн свч принцип ничем не отличается от микроволновки разве что импульс отправляет сквозь цифровой фильтр той или иной картинки в итоге колос просто придавливается к пашне эти фокусы решают две задачи первое передачи известны масонам низших уровней своеобразные смит для избранных кто в теме прочтут абсолютно любые послания второе яркий спектакль для баранов с целью еще больше запудрить остатки мозгов мистикой инопланетными телеграммами как видите по фото углеродная форма жизни на грани грандиозного шухера подведем итог пришла пора собрать в кучу с одной стороны все три части небесного хрусталя могут показаться намешанным винегретом где в одной студии нелепо собрали персонажи всех сказок милов и легенд для съемок новогоднего мюзикла но это только кажется что наша жизнь разбита на фрагменты смешивать которое недопустимо выдохните это ощущение есть результат работы гениальной машины творения под названием разделяй и стравливай представьте теплицу с помидорами в которую однажды нагрянули паразиты и поделили единую экосистему на участки грядки разделили двухметровым забором часть помидоров переименовали в томаты часть в кетчуп а третьим вообще сказали что они произошли от бананового дерева которое растет на другом краю света а значит проверить достоверность легенды нет никакой возможности через неделю помидоры кетчуп и пошли войной на помидоры томаты в результате чего грядки теплицы превратились в утрамбованную глину на которой в итоге вырос репей и заявил что он избранный куст который растет здесь последние 100 миллиардов лет затем репей вышел из изуродованной теплицы и стал повелевать всем огородам и теперь сам черт не разберет что где и когда росло а главное кто вырастил этот проклятый репейник подобная ситуация произошла с нашей планетой и как мы убедились сказки это не единственные крупицы истины которые хоть и очень иносказательны но все же доносят до нас как и что было на самом деле в этом выпуске я намеренно сделал переплетение сказок и научных фактов мифов и сохранившихся артефактов легенд крылатых выражений известных сегодня каждому потому что все собранное здесь является осколками единой картины мира самое удивительное что все народы планеты описывают одни и те же события поэтому на первый взгляд здесь намешан винегрет при повторном просмотре да еще и исключенной логикой составление выживших крупиц истины со всех уголков планеты складываются в очень строгую логичную а главное единую мозаику нашего сказочного прошлого конечно описанное мной строение небесного хрусталя дает лишь общее представление о том что есть наш космос на самом деле этот механизм в тысячу раз сложнее и в нем задействованы такие материалы использованы такие технологии которые просто не потянет примитивная оперативка нашего двудольного мозга ибо мы просто не способны их идентифицировать из-за первобытного уровня развития прикол еще в том что ученые глядят своими гляделками на звездное небо но никак не вразумят что оно действительно сферическое и как зачарованные продолжают твердить что небо вокруг а не в центре земли Голливуд тоже зря времени не терял и уже давно пугает нас своими фатуристическими шедеврами смысл примерно одинаковый на орбите зависает корабль оккупантов которые обращают в рабство все население планеты пока рабы пашут на элиту те заодно выкачивают недра земли подтекст фильма также одинаков не ноете в будущем вообще придет капец гляньте вон как люди живут советую посмотреть фильм Элизиум в тему и Обливион согласитесь такая зависшая в небе бутафория уже не впечатляет ибо не идет ни в какое сравнение с хрустальным гробом что висит над нашей головой вот уже тысячу лет напишите что вы думаете об этом спасибо что были со мной здоровья мира и процветания вам и вашим близким пока